Вы смотрите Новости Плюс. Мы продолжаем выпуск. Вступились за экологию. Детско-общественная организация «Зеленый» продвигает в Междуреченске идеи по сохранению нашей природы. Они устраивают различные акции, ну а в этом году традиционно продолжили акцию «Батастрофа». В учреждениях установили контейнеры для отработанных батареек. Бутылки как контейнеры для сбора батареек. Волонтеры Междуреченской детско-экологической организации «Зеленый» знают о пользе вторичного сырья. Все идет в дело. Сейчас готовятся к акции «Батастрофа». Название – это комбинация двух слов – «Батарейки» и «Катастрофа». Соответственно, катастрофа, которая в принципе может произойти, если неадекватно относиться именно к отходам. Впереди важное задание – обойти все школы города, учреждения дополнительного образования и другие организации. В каждой разместить контейнер и рассказать о «Батастрофе». Использованные батарейки вы не должны выкидывать в мусорное ведро, так как они загрязняют своими вредными химическими элементами окружающую среду. Видеотрансляция для социальных сетей. Школьники много времени проводят в интернете. «Зеленые» делают ставку на это, хотят привлечь еще больше волонтеров. Первая остановка в 26-й школе. Урок математики сменяется пятиминуткой экологического просвещения. Вы выбросили батарейку в обычный контейнер. Она попала на свалку. Покрытие разрушается. Щелочи и тяжелые материалы вытекают и заражают 20 квадратных метров земли или 400 литров грунтовых вод. Потом вредные вещества попадают в озера и реки. Волонтеры объясняют взаимосвязь. Так люди загрязняют природу. У меня есть использованные батарейки. Я их сюда принесу. В каждой школе горы сотни учеников. Если дети поддержат инициативу «Зеленых», вместе они соберут огромное количество батареек. Междуреченцы увидят масштаб акции. На это надеются волонтеры. Некоторые горожане помнят акцию «Батастрофа» с прошлой весны. Все это время не выбрасывали батарейки. Знали – «Зеленые» вернутся. Помогать природе, я считаю, что это доброе дело. Это хорошее дело. И мы собираем батарейки для того, чтобы потом они не мешали нашей природе, нам. В прошлом году Междуреченская детская экологическая организация «Зеленые» собрала больше 50 килограммов использованных батареек благодаря акции «Батастрофа». Не оставайтесь равнодушными. Примите участие. Полные емкости волонтеры передадут Междуреченскому комитету по охране окружающей среды и природопользованию. Специалисты отправят элементы питания в единственный в России завод по переработке батареек – «Мегаполис Ресурс» в Челябинск. Вера Фефилова, Михаил Чиганов, Новости Плюс.